Всем привет. Меня зовут Андрей. Я занимаюсь сайтом Альфа-Банка. Пишу и бэк, и фронт, и вообще все подряд, что приходится. Спасаю его от того, чтобы он не упал каждый день. Ну и сегодня я хочу рассказать вообще, как мы переезжаем с парсера на го, и вообще, что такое парсер, и почему нам хорошо. Вот так вот как-то выглядит сайт Альфа-Банка. Это главная его страница. Недавно она вообще работала на парсере, сейчас уже нет. Парсер — это скриптовое запрограммирование, написанное одной из студий, очень больших в России. Собственно, что такое вообще парсер, и что на нем написано? На нем написан почти весь сайт. Это включает в себя какие-то опишки там, типа семинаров, и каких-то лендингов, например, и сам сайт вообще. То есть в целом HTML и JSON, которые он отдает, тоже написано на парсере. Как-то так выглядит парсерный код. Здесь намеренно, на самом деле, нет подсветки и отступов. Вот как-то так я писал в 2013 году. Здесь есть вызовы функций. Если очень поискать, можно найти. Вот они вот здесь вот находятся. Это динамические функции. То есть мы, по сути, даже не знаем, что здесь происходит, как оно вообще работает. И что-то нам пришло с фронта, кто-то человек что-то забил, и мы вызвали функцию, которая где-то находится в десятках, не знаю, файлов кода. Это все надо найти. Это вообще дико тяжело отлаживать. Но с этим еще можно жить. К этому привыкаешь через какое-то время. И кажется, что вообще все хорошо. И что его трогать, раз он работает? Но на самом деле нет, не все хорошо, потому что через какое-то время приходится писать башскрипты. Особенно, когда надо поработать с файлами. Это все прекрасно. Мы начинаем вызывать из парсера башскрипты. И сначала они там, 5 строк кода их можно разорвать. Через какое-то время это уже 25 строк кода. Они что-то отдают, что-то возвращают. Мы не понимаем, что. Но это на самом деле еще меньшее из проблем. У нас есть товарищ, который когда-то любил перл. И, соответственно, у нас вот есть такие кусочки кода. Они тоже вызываются из парсера. Тоже что-то возвращают, что-то делают. Вот товарищу здесь надоело что-то. Например, у него в хедлайне много мусора. Он решил, давайте хедлайн 2 сделать. Непонятно почему и зачем. Но оно работает. И с этим тоже надо разбираться. С этим тоже как-то надо мириться. Ну и в итоге на конец 15-го года у нас получилась какая-то такая история. То есть у нас еще появилась нода. Мы постарались написать на ней новые API, посмотреть, как она вообще будет работать. Нам очень понравилось. Но, тем не менее, мы не смогли мигрировать сразу с парсера из того, что он делал для наших API. С этим надо что-то делать вообще. И как это работает. То есть получается у нас парсер обращается к ноде, парсер обращается к башу, парсер что-то делает. То есть вообще как это отлаживать? Какой-то баг случился в проде, мы просто в принципе не понимаем, что происходит. Там какой-то код и бог знает, что вообще. Как это дебажить на это? Просто мэджик какой-то. Окей. Ну, значит, надо решить, на чем писать. Ну, первый вариант это написать на Java. Ну, банк, Enterprise, Java. В общем, все хорошо. Большая внутри экосистема. Много народу пишет на Java. И вообще все хорошо. Особенно с Enterprise все прекрасно. Но тут проблема как-то у нас так сложилась внутри команды, что мы как-то в Java не очень. Но решили посмотреть, что вообще еще есть. Ну, у нас уже была нода. Смотреть, стали смотреть. Суперклассно, нода гибкая, вообще работает в целом нормально. Приятно для FullStack разработчик. То есть он пишет на JS и на Frontier. Пошел на бэк и пописал что-то на JS. Все, отлично, зашибись. Ну, что-то как-то... Окей, давайте еще посмотрим, что еще есть. Есть Python. Python классный, вообще очень классный. Если кто-то не писал на Python, не стоит подписать. Но, во-первых, мы такие ребята впечатлительные в команде были. Посмотрели на Python 2 и на Python 3. Посмотрели, что там что-то куда-то не подходит, что-то не работает. И нам что-то было тяжело разбираться. Мы решили, давайте мы тоже отложим и посмотрим, может быть, еще что есть. Ну и опять же тяжело до FullStack. На своем опыте попробовали писать маленькие приложения. И поняли, что пишешь на JS и переключаешься на Python. И очень тяжело. Ну, прям очень тяжело идет. Окей, ну, нашли Go. Посмотрели, что такое Go, вообще не понимаем. Go, Go, что-то все говорят, окей. Ну, Go выразительное. На самом деле, если посмотреть на код и почитать там в GoTour первые 10 слайдов, можно пойти в open source и читать библиотечки и понимать вообще в целом, что там написано, о чем там речь и как все это классно работает. Ну, с инструментами, которые поддерживают однообразие кода, потому что в ноде у нас там вау-супер, где-то табы, где-то спейсы, где-то пробелы, где-то вообще непонятно что. И как это вообще все форматируется, тоже непонятно. И относительно просто дружить с Enterprise библиотекой, с Enterprise через все библиотеки. На самом деле, это можно делать и в ноде, и в питоне, но в Go как-то оно лучше смотрится, по крайней мере. Окей, собственно, хотим уйти от зоопарка. С чего начнем? Начнем с сайта, попробуем вообще, как это все работает. Взяли, написали маленький сервер, который отдает нам HTML. Мы генерируем ее шаблончиками обычными. В целом посмотрели, на это работает быстро. Но по результатам, на самом деле, это стало работать в 15 раз быстрее, чем на парсере. Вау, супер, но это в проде, с нагрузкой, все хорошо. Проблема в том, что фронты не готовы разбираться в таких шаблонах. В принципе, не готовы. А нам нужно, чтобы фронт мог и бэк еще подписать. Он же в full stack все-таки. Поэтому от этого пришлось уйти. Но мы, в принципе, не отказались от шаблонов, но конкретно от того, чтобы написать весь сайт на таких шаблонах, отошли. Окей, новые сервисы. Ну, поскольку мы хотим избавиться от зоопарка, нам бы хотелось, чтобы у нас вообще все сервисы, которые мы пишем, новые или старые, переносим, они выглядели одинаково. Но мы пришли к какому-то такому формату. У нас есть store, у нас есть сервис. По сути, в сервисе бизнес-логика, в store какая-то реализация работы с базой или не с базой, неважно, куда мы что-то кладем. REST, EWS, это то, как мы общаемся с внешним миром. То есть REST, like API или WebSocket, например. И все это мы инициализируем в main.go. И это вообще одно из последних. Тут вообще есть GoModules. Окей, а вот в Node у нас все вот так вот было. И, в общем-то, здесь визуально так все красиво, хорошо, на модуле разбито. Одна проблема. Это писал очень сильный разраб, и ему было скучно. То есть он, в принципе, делал там такие вещи, которые, ну, человеку, который зашел и решил прочитать, как это работает, он просто не понимает, что происходит. Ну, можно не удивиться, если найти, например, сложение побитого, обычное там чисел 5 плюс 5, потому что мог. Вот, окей. И тут очень много зависимости. То есть, например, мы пока в код не залезем, не поймем, что ATM на самом деле вызывает методы из гео, гео вызывает методы из репеймента, и вызывает их не всегда очевидно. Ну, то есть это надо переписывать, с этим надо разбираться. И поскольку мы хотим уйти от зоопарка, наверное, стоит потихонечку тащить какие-то важные для бизнеса сервисы на Go. Окей, ну, делаем сервисы. Собственно, я показал там раньше. Мы взяли какой-то единый формат пакетов репа и раскатываем их на все новые сервисы. То есть у нас человек, если он писал там, не знаю, баннеры, например, он может пойти в другое и увидеть, там, не знаю, в каком-то лендинге, и увидит там точно такой же формат и знает, где что лежит, и как что работает вообще. Ручка с информацией о сервисе, чтобы понимать вообще, что происходит. Ну, для нас это было в новинку, потому что раньше мы заливали файлики по ftp, и все работало просто. А теперь нам нужно как-то деплоить, там кубернеты всякие, вот это все. Поэтому надо было как-то понимать, что мы вообще деплоим, что там работает в проде и с чем оно и как общается. Ну, интеграционные тесты мы запускали через test short. Если кто не знает, это функция в стандартной библиотеке. То есть мы передаем, например, GoTest с флагом short, и вот эта вот штука эвалируется в true. Если нет, то, значит, выглядит false. Мы можем как-то влиять на наши тесты и смотреть там, вся запускать, например, тест с базой, а локальные тесты там замоканные. Сервис общается по ftps. Ну, это просто внутренняя такая штуковина. Нам надо, чтобы они так общались. И для разговоров вообще, для общения между сервисами используем message pack, потому что он без схемы, потому что он быстрее сервизируется, чем стандартный JSON. Ну, не сильно, но тем не менее, раз уж мы по ftps общаемся, наверное, стоит хотя бы пару миллисекунд там выиграть. Окей, ну и вот какие-то такие сервисы мы понаписали. Они как-то друг с другом общаются. Там баннеры, кредитные карты, дебетовые, гео, там семинары, лейдинги. Вот все. И как-то растем потихонечку. Ну, по ощущениям, что вообще больше времени думаешь о коде, о логике, когда пишешь на Go. То есть раньше мы думали, блин, а как нам там, не знаю, куда нам файлик положить, а как вообще это все работает. Сейчас все-таки больше о коде и о том, как лучше написать и как лучше там что-то составить внутри. Тривиальные задачи у нас становились нетривиальными, но это в плане, когда у вас есть метод, который внезапно генерируется на лету. То есть вы, в принципе, не знаете, что это за метод, как его переписывать и как это реализовать в Go. Ну, то есть можно придумать какие-то, но не хочется извращаться. И приходилось там тормозить и думать очень долго. Ну и шаблон «Магоносмеменых СССР» это прям вообще песня на самом деле. Прям топач. Мы очень любим шаблоны. Это вот пример шаблона, который генерирует новостную историю для новостей депозитариев. Нам надо размещать их обязательно на сайте. Раньше контент-менеджеры, ну, им приходят на почту файлик, они берут из файлика какие-то данные, начинают их оборачивать в HTML, засовывают в парсер, в админку, он их как-то там сохраняет, перерабатывает. Это когда люди приходят и смотрят эту новость, у вас XML переваривается через HTML и выдается HTML. И все хорошо вроде. С GOM мы вот как-то так разобрались, сделали парсер, который вытаскивает из письма этот файлик, все оборачивает, там сохраняет структуру, мы пробрасываем, генерируем HTML, сохраняем базу. Единственное, что осталось, это парсер отдает это все на фронт. Не получилось там до конца его выпилить, но тем не менее, рано или поздно выпилим. Там просто 20 лет легоси и очень тяжело просто отказаться от него. Что мы сейчас вообще делаем? Ну, мы уходим с парсер, с баша и вообще стараемся там с нода потихонечку слезть. Автомизируем то, что было раньше ручным. Ну, например, как раз с новостями депозитариев. Переписываем важные новости, в смысле важные для бизнеса сервисы с ноды. Это, например, там гео или там кредитные карты. Ну, бизнес растет, надо как-то все это развивать, поддерживать. И когда у вас нет разрабов чисто на ноде, а ногой еще вроде как есть, то это хорошо. Стоит переписывать. Ну, и пишем новые сервисы. Ну, как пример, вот из недавнего гео сервис писали. Собственно, требования какие были к нему. Но он должен определять город по IP. Ну, человек зашел, хопа, супер класс, определили, шел в Москве. Ну, и в принципе, если мы передадим его в квере параметры, то он тоже должен понять. Должен работать максимально быстро, потому что это блокирующая операция. Мы должны показать клиенту актуальные для этого города какие-то предложения. Допустим, доставка. Есть у него доставка, нет у него доставки. Не знаю, есть у него карта там супер классная в этом городе или нет карты. Там, не знаю, или еще какие-то проблемы может. Ну, и определяем города только в России, потому что мы в основном работаем в России. И нам хорошо. Нам хорошо, мы можем сказать, ребята, все, что не в России, города, это вообще Москва. И все, что мы не определили, тоже, в принципе, можем сказать, что это Москва. Окей. У нас проблема. Ну, ладно. Ну, первый шаг, какой мы сделали. Мы залили просто гео-айпи-базу в Passgress с типом Cider. И просто стали ходить на каждый запрос, спрашивать у Passgress, скажи нам, пожалуйста, где мы находимся. Ну, и в целом все ок. Оно работало нормально, но работало слегка долго. Там 3 миллисекунды где-то уходило на весь запрос. И это не очень хорошо. Мы решили, что давайте подумаем, раз уж мы тут такие гошники заядлые, что-нибудь придумаем, как можно поделать с этим. Сделали просто историю. Мы загружаем гео-айпи сразу в память, в мэпу. И используем функции стандартного пакета, там, contains для того, чтобы определить, входит ли под эту маску айпишник, который нам пришел. Парс-айпи используем и так далее. Это в целом все супер классно заработало. И работало оно там около 400 микросекунд отрабатывало. Ну, то есть определяло город. Ну, и это была пятница, на самом деле. У нас было еще какое-то время, чтобы посидеть там и выкатить что-нибудь в прот. Мы решили, давайте еще чем-нибудь здесь, поиграемся с этим. И перешли на третий шаг. Мы взяли просто парс-айпи. Собственно, это как раз картинка последней реализации. Взяли парс-айпи только из нета. Конвертируем ее в юн-32. Закидываем это все в мапу. Перемножаем на маски 32, 31 и так далее. И смотрим, есть ли у нас такое значение в мапе или нет. И определяем, собственно, есть ли у нас такой город в мапе или нет. Если нет, то отдаем просто нил. А дальше бизнес-логик говорит, а раз нил, ну, хорошо, давайте отправим, что это Москва. Ну, что у нас сейчас вообще? У нас сейчас перл. У нас сейчас баши ушли куда-то отдыхать на покой, наконец. У нас часть парсера отвалилась. И мы очень счастливы. Это замечательно. Ну, и часть нода потихонечку тоже переезжает, в принципе, на Гоа. Окей, почему она вообще хорошо с Гоа? Ну, интеграция с токпрайс-системами. Ну, то есть у нас был недавно кейс. Нам надо было заинтегрироваться с IBM MQ. Это очередь от IBM. У них есть клиент. Клиент написан на Java, клиент написан на C, C, Sharp. На Гоа, естественно, там нет ничего официального. Ну, и мы, в общем, попробовали. Взяли C-шную библиотеку и просто стали вызывать из нее функции. В целом, она тоже работает. Мы еще пока, правда, не запускали, но на тесте, по крайней мере, оно в целом хорошо себя ведет. Единый инструмент – форматирование подхода. То есть мы используем GoVendor, GoVet и вообще смотрим, как бы, что, как. Гомет и линтер пытались привязать, но пока не дошли до конца. Легко для разработчиков, которым приходится заниматься фронтом обэком. Ну, то есть это намного легче, чем переходить там с фронта на же эси на питон. Ну, так получилось, не знаю, у нас, по крайней мере, такие ощущения наших разработчиков. И разработчикам нравится, на самом деле, фан все-таки. Мы, если даже решаем какие-то задачи сложные, они там… Их нужно решать только для бизнеса. То есть мы смотрим, они сложные, но они не такие интересные. То здесь хотя бы GoVendor немножко радует и в самом синтаксе совсем все нравится. Ну, в общем, как-то так. Спасибо всем. Вопросы? Так, там были первые, потом вы вторые. А вы третьи. Спасибо за заклад. Мне интересно, как в Go обстоят дела с пакетами. Есть какие-то трибиальные задачи, было ли, ну, как бы, чтобы не придувать костыли, найти библиотеку как легко в Go? Ну, в целом легко. Заходим на GitHub и находим. Мы все вендорим, то есть что нашли, если нас это устроило, и оно работает под нас, окей, мы просто сделали, закинули в библиотеку вендор и путь. И второй вопрос. Почему вы решили отойти от Node.js? От Node.js? Хороший вопрос. На самом деле просто потому, что внутри команды особо никто не хотел писать на ноде. Поэтому так получилось, что решили, давайте тогда будем писать на Go. Вот и все. Андрей, привет. Спасибо за доклад. Очень интересно. У меня такой вопрос. Когда ты рассматривал альтернативы, ну, языка программируя, там, Java, и ты внизу написал критерии, в основном они касаются разработчиков. А вы рассматривали быстродействие, например, бенчмарки там или нет? Бенчмарки не рассматриваю. На самом деле они для наших кейсов все одинаковые. Да, то есть просто я думаю, для сервиса это важно. Ну, ладно, я понял. Но потом ты сказал, что у вас все-таки было быстрее, чем на парсере, да, когда написали Go? Ну, так получилось, да. Но цифры не можешь сказать или вы, ну, наверное, даже не смотрели, да, на это? Цифры, цифры, ну, могу привести пример вот по той страничке, которую первой написали. Время до первого байта, но чисто браузеры было секунду, а стало там что-то около 50 миллисекунд, что ли. Ага, спасибо. Еще небольшой вопрос. Ты в последнем слайде показал, что частично нода переходит. Что это значит, частично нода? Ну, там очень много кода, и у нас есть человек, который сейчас это поддерживает. И, соответственно, она будет это долго поддерживать, и она не знает Go. То есть она не может писать самые новые сервисы на Go, но она поддерживает текущие. И пишет некоторые новые, чтобы поддерживать их. А, подожди, то есть не на вашем проекте частично нода, а то есть часть вашего проекта на ноде. Да. А, ну все, я думал частично ноды. А, нет, 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 часть. Все, спасибо. Хороший вопрос, да, Витя? Да, отлично. Если что, Игорь. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. А как долго вы переходили на Go, и с какими проблемами столкнулись? Переходили с конца 15-го, надо сказать, 15-го года. Недалеко прошли, но в основном все новое пишем на Go. Проблемы мы, какими столкнулись? Я бы хотел рассказать о проблемах, но после Парсера и Перла проблем на самом деле нет. Спасибо. Добрый день, спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Настолько ли Go является панацеей, то есть есть ли что-то такое, что вы не можете написать на Go, и что вам приходится поддерживать на Парсере условно? Нет. Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте, у меня два вопроса. Первый, касаемо проблемы, которую вы обозвали, все тривиальное становится нетривиальным. Я так понял, что у вас есть какие-то методы, которые там генерируются динамически, и вот как вы эту проблему решали в Go, то есть ведь в Go нету такой вещи, как допустим обобщение, вы не можете сделать какие-то себе заготовки, шаблоны, да, соответственно, как это было, там с помощью кода генерации или с помощью чего. И второй вопрос, вы сказали, что это 3 миллисекунды на обработку запроса, это много. Соответственно, хотелось бы в двух словах узнать о модели именно обработки запросов. они у вас там последовательно все обрабатываются или какая-то есть параллельная обработка? Потому что, по-моему, 3 миллисекунды не так уж и много, если есть параллельная обработка запросов. Спасибо. Так, можете напомнить первый вопрос? Первый вопрос, касаемо проблемы все, которые обозвали. Да, про тривиальные, да. Ну, тут такой подход. Мы написали просто десяток функций. Мы посидели, поняли, как это приблизительно работает, покидали туда забросы и поняли, что окей, нам будет легче написать сейчас 10 функций и потом уже вернуться и думать, как это лучше сделать. Насчет 3 миллисекунд, ну, это была вообще история про то, что мы просто уходим в базу и база нам возвращала, пока там соединение будет с базой, пока база там найдет IP-шник и вернет данные, это 3 миллисекунды. Вот, а когда мы засунули это все, ну, в первой же итерации в память, просто в мэпу, оно сократилось до, там, 400 микросекунд. Как-то так произошло. Типизировано, типизировано все. Такой вот вопрос как раз дополнить коллегу. Вот ты сказал, да, что вы до 400 микросекунд сократили, когда все в мапку положили. Но ты еще упомянул, что вы начали использовать битовые операции. Да. Вы успели в пятницу перед деплоем замерить, дало ли это какой-то профит? Дало до, по-моему, ну, в среднем там 30 микросекунд получилось. Понял, спасибо. Добрый день. Спасибо за доклад. У меня еще тоже вопрос по этой же части. А почему не префиксное дерево? Что еще раз? Почему не префиксное дерево? Не знаю. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня на самом деле один вопрос, такой глобальный. А какой вы HTTP сервер выбрали для Go? И вообще используете ли? Если да, то как вы вообще весь этот сервис поддерживаете, масштабируете? Спасибо. Ну, мы используем стандартный, который в HTTP пакете. Для роутинга используем ЧИ. Собственно, как-то так работаем. Ну и направляем те урлы, которые написаны на Go, через Nginx просто пробрасываем к сервисам. А проблем с NetHttp не было у вас? Нет. Вы профилировали, смотрели, как он вообще утилизирует ресурсы? Нет, не профилировали, но админы не говорят, что есть какие-то проблемы, значит, пока работаем нормально. Дело все в том, что в NetHttp есть ряд проблем. Ну, в общем, это можем с вами потом пообщаться. Я более детально расскажу. Окей, супер. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня вопросы. Какую библиотеку для WebSocket вы используете? Горилла. Спасибо. День добрый. У меня такой вопрос. У вас используется прям такой целый зоопарк различных технологий и так далее. И, соответственно, вот сейчас вы, когда все это переписываете на Go, вы это все делаете как какие-то отдельные микросервисы или модули? И второй вопрос вдогонку. Вот как вы командой работаете со всем этим кодом? У вас какой-то один монорепозиторий для всего этого чуда? Или вы как-то разделяете по языкам, по отдельным сервисам? Ну, нет. На самом деле мы не все дробим на маленькие сервисы. То есть мы берем какой-то… Ну, в парсере есть много точек, где, например, отдаются кредитные карты. Ну, то есть они там генерируются здесь, генерируются там, генерируются там. И в зависимости от того, откуда приходит запрос, вызывается нужная функция. Мы это, естественно, все берем в один сервис. Ну, потому что кредитные карты – это что-то общее. То есть как-то так разбираем на сервисы. Что касается того, как работаем. Ну, у нас не монорепозиторий, да. То есть под каждый сервис мы создаем свои репозитории, и там все содержим. То есть в GitLab. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня вот есть вопрос. Я так понял, что сначала это был монолит, сейчас он уже пилится под какие-то микросервисы, правильно? Да. И именно микросервисы выделяются написанные на Go. Или есть еще микросервисы, которые написаны на ноде? Нет, есть монолит, написанный на ноде. Я показывал кучу модулей, которые… Это все один репозиторий. И потихонечку они… То есть все выделяемые микросервисы – это Go. А какой формат обмена данными и как это отобразилось на диплое? Ну, то есть вы сказали, да, что сначала это вообще ручками вы заливали на прот. Да. А потом диплой был до перехода на Go или уже вместе с переходом на Go появился диплой через кубик? Вместе с переходом на Go и делали диплой, да. А сложности были какие-нибудь с появлением микросервисов и с диплоем? Сложностей особых не было. В целом большую часть, короче, когда мы что-то выкатываем, сидит админ, который следит за этим и помогает нам. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Есть вопрос такой. Как вы боролись с менеджером пакетов на Go и то, что он смотрит на мастер? Приходилось ли вам форкать какие-то либо, чтобы, не дай бог, что-то не сломалось у вас в проте, когда там ребята решат обновиться? И собираетесь ли переезжать на модули? Ну, форкать не приходилось. А второй вопрос какой? На модули гошные. Собираетесь переезжать? А, на модули гошные? Пока нет. Почему? Так получилось, что вообще они как-то странно работают, и мы до конца не разобрались. То есть мы когда ставим модуль, у нас он почему-то, ну, пакет какой-то ставим через модуль, он почему-то отваливается и начинает выдавать ошибки, которые просто не выдавал, когда мы вендоров запихивали. Ну, там нейминг просто хитрый, а так работает в принципе. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Хотел спросить, вы как используете шаблоны? Вы пишете фронтенд на go? Мы используем шаблоны, чтобы генерировать HTML, это в основном части, которые в парсере глубоко зашиты, и раньше они сохранялись в XML, а потом прогонялись через XSLT шаблоны, через шаблонизатор. А сейчас мы просто сразу генерируем HTML, засовываем его в базу и потом просто сервим. Это как-то пересекается с single page application, как обычно пишут на реакте, например? А, нет, сейчас не пересекается. Вот поэтому мы, в общем-то, отказались от того, чтобы сделать весь сайт на шаблонах, потому что ребята на фронте, с реактом, им тяжело править вот эти шаблоны вообще в принципе. У меня такой вопрос. Я правильно понимаю, у вас сайт на реакте написан? Фронт, да. Да. А используете ли серверный рендеринг? Для него go используете или все-таки нода? Используем, для него нода, и она единственное, что делает, это просто на серваке рендерит HTML, больше ничего. Ну и ходит в эти сервисы, запрашивает данные. У меня еще вопрос про непрерывную интеграцию. Вообще используете ли вы, и может быть какой-то у вас есть автоматический диплой, это раз, и автоматические тесты, которые проходят после того, как этот диплой произойдет. Вот как у вас это построено, хотелось бы немножко услышать. Спасибо. Ну вообще есть. По сути, когда пушим в мастер, все это укатывается в бой. Тесты у нас проходят в CI, когда делаем мерчер квест, то есть они запускаются и проходят на базе какой-то там отдельной, которая поднимается. В проде нет никаких тестов, то есть если все выкатилось в прод, значит все выкатилось в прод. Единственное, что оно выкатывается сразу не на всех, оно выкатывается на один, по-моему, процент, и потом смотрят, что происходит. Если что-то падает, значит быстро откатываем и спасаемся.